Привет! Меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют незадодимый след и мыслями, с которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов. Три задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Дункан Кларк с книгой «Али Баба. История мирового восхождения от первого лица». Эта книга еще один пункт в череде биографических рассказов о создании выдающихся компаний и первая книга в библиотеке «Читай быстро», которая рассказывает о глобальном бизнесе, рожденном в Китае. Строго говоря, именно этим своим рождением в Китае продиктован интерес компании, которая меньше, чем за несколько десятков лет, выросла в транснационального гиганта, провела одно из самых успешных IPO в истории Нью-Йоркской фондовой биржи в части технологических компаний и ежегодно на отмечаемый 11 декабря в Китае День холостяка продает товаров больше, чем весь российский онлайн-ритейл за год. Справедливости ради нужно сказать, что в книге упоминаются некоторые нелицеприятные моменты, как, например, те, что спровоцировали падение сразу после одного из самых успешных IPO в области технологических компаний, и потерю около 150 миллиардов долларов капитализации, а также там коллективные иски инвесторов, или там те моменты, когда сотрудники Alibaba оказались вовлечены в скандал с поддельными заказами для накрутки рейтингов продавцов, или борьба с контрафактом, или продажа Alipay платежной системы какому-то одному неизвестному китайцу в обход всех остальных инвесторов. В общем, большая часть книги посвящена личности и качествам Джека Ма, неоспоримого авторитета для десятков тысяч сотрудников, визионера, простого учителя английского языка, который по его собственному утверждению абсолютно не разбирается в IT. Вы, уверен, в IT разбираетесь ого-го как, так что на кнопку подписаться, нажать труда вам никакого не составит. Можно отыскать еще на колокольчик, написать комментарий и переслать ссылку на этот подкаст какому-нибудь знакомому китайцу. Все-таки 25 декабря, время чудес, и скорее всего это последний выпуск в ох, каком интересном уходящем 2020 году, что он скис. Вся книга в двух предложениях. Если вам повезло родиться в стране второго-третьего мира с развивающейся экономикой, то не вздумайте упустить свой шанс. Бегите за всех сил, учитесь, используйте возможности, копируйте лидеров западного рынка, боритесь и помните о своих корнях. Тогда, наверняка, вы обязательно достигнете успеха и, ворвавшись в первый мир, начнете основывать благотворительные фонды и заботиться об экологии. Давайте попробуем в 10 фактах, 3 задачах разобраться в том, что на пути Джека Ма к тому, кем он является сейчас, было основным и судьбообразующим. Происхождение. Происхождение неважно. Джек родился в Хуанчжоу, это такой небольшой городок в Китае. Он рос в простой семье, мать работала на фабрике, отец был фотографом, родители увлекались там древним каким-то китайским театром, традициями, фольклором. И поэтому с детства привили сыну любовь к искусству и к юмору. И первая любовь к искусству, возможно, вторична, а вот чувство юмора позволило ему стать хорошим оратором и научиться удерживать внимание публики. Думаю, что это сыграло не последнюю роль в успешности компании в целом. И вот это все его детство, которое проходило в абсолютно обычных условиях, показывает нам, что стартовые условия, в которых ты появляешься на свет сегодня, это не то же самое, что там 1800 или 1700 года, когда родился не в той семье, ну и все, сорян, так и живи. А сейчас, может быть, они и важны, но не судьбообразующие. Гораздо важнее, например, знания. И вот жажда знаний, это второй факт из книги, она многое решает. В 70-х годах в Китае, когда взрослел Джек, не так просто было выучить английский язык, которому юный Май испытывал большой интерес. И потому что и преподавателей было мало, ну и в целом не сильно это популярно было. Джеку пришлось совершенствовать свои навыки в общении с туристами, которые приезжали в страну, и он подрабатывал гидом, не брал за это деньги, а только для того, чтобы попрактиковаться в разговорном английском и получить советы от тех людей, которые являются носителями этого языка. В книге там выделена целая глава, которая рассказывает, как юный Май ежедневно ездил по 40 минут на велосипеде в туристический центр из того места, где он жил, просто чтобы повстречать людей из другой цивилизации, в обмен на услуги гида абсолютно бесплатно попрактиковать свой английский. И уверен, что делать это не один раз, а на каком-то продолжительном периоде времени ему помогала скромность. Это третий факт из книги. Скромность как состояние души и как основа пути. Потому что, ну можно заметить, что в азиатской культуре многие успешные люди с большим состоянием, они имеют достаточно скромный характер, вот особенно Япония. В общем, в стремлении преуспеть, чаще всего они не руководствуются коростью. И Джек Ма абсолютно скромный человек, но с большими амбициями. Забегая чуть наперед, можно сказать, что когда он создавал компанию Alibaba, там было 18 учредителей, которых он взял в учредители компании, которые мало помогали финансово, но они поддерживали бизнесмена на пути к его цели, и поэтому лучшие сотрудники получили от основателя акции бесплатно. И когда бизнес вышел на мировой уровень, то они все стали миллиардерами. И сам Ма, будучи мультимиллиардером, продолжает общаться на равных с людьми из разных сословий, вести достаточно скромный образ жизни, ну который по сравнению с тем, что бы он мог делать. Ну и, конечно, работая гидом и ежедневно общаясь с большим количеством туристов из разных стран, Ма просто был обязан найти себе новых друзей. Четвертый факт — это поддержка. Нужно сказать, что работая гидом, Джек познакомился там с многими разными приезжими туристами, но вот у него запомнился австралиец Кен Морли, когда они обменялись адресами, периодически переписывались, и в письмах Кен просто корректировал грамматические и орфографические ошибки, делая его язык английский еще чуточку лучше. Потом Ма ездил к нему в гости, он приезжал в Китай, ну то есть это была такая достаточно бездружба, на которой у него не было каких-то материальной основы или какого-то материального интереса. Но потом в начале карьеры Мао Морли финансово поддерживал вот этого своего китайского знакомого друга и даже перевел ему там какие-то баснословные по меркам Китая деньги в поддержку в его молодую семью и как подарок на свадьбу. И нужно сказать, что после успеха компании Alibaba Джек не только вернул весь этот долг, но и вознаградил приятие там многочисленными подарками, продолжал с ним дружить, и это была такая дружба длиной в жизнь. Однако это все будет сильно позже, как и водится в жизни построителей великих компаний. В начале на пути должен был случиться провал, и он случился. Пятый пункт всегда почему-то путь начинается с провалов. После окончания университета Джек работал преподавателем английского. Там он получал достаточно приемлемый на тот момент доход по сравнению с остальными небогатыми китайцами. Он делал акцент на разговорном языке, поэтому его любили студенты. И однажды Ма понял, что он там не хочет больше преподавать, но все, что он умеет делать, это все связано с языком. И он основал бюро по переводам под названием Хайбо, которое переводится, слово переводится как Надежда. Финансово бизнес оказался нерентабельным, и в этот период получилось так, что услуги переводчиков не пользовались большим спросом. Но как учат нас картинки в инстаграме, самая темная ночь, она перед рассветом. Благодаря вот этому своему опыту Джек, как и будучи гидом, он продолжал наращивать количество знакомых, увеличивать круг общения. Только теперь это были специализированные знакомые. Это были китайские компании, которые хотели выйти на международный рынок и продавать что-то за пределы Китая. И это были покупатели из Соединенных Штатов Америки, из Австралии, из Канады, Британии, которые хотели инвестировать в китайский рынок или закупать какие-то крупные партии товара. И это уже было достаточно интересно. И, собственно, на этом базировались после провала первые достижения. Вторая компания Джека, шестой факт из книги, первые достижения, она была основана после поездки в США в 1995 году по заказу одного из своих клиентов. Он там должен был подверить какие-то документы. И там он для себя чисто случайно открыл возможности интернета. И вот эта вот новая технология настолько захватила маш, что он там купил какой-то бюджетный компьютер и привез его с собой из Соединенных Штатов. И с бывшими коллегами из бюро переводов Джек создает сайт с информацией о китайских компаниях. Ну, сейчас это кажется каким-то очень наивным, но тогда это был абсолютный прорыв. То есть одна страница, на которой собраны ссылки просто на описание компаний и их контакты. Ему это настолько была успешная история, что он поработал со многими представителями бизнеса, с которыми у него, как вы помните, были связи еще со времен переводческого агентства. И его заметило правительство, и он вышел на такой достаточно большой уровень. В общем, экспортный Китай, представленность во всемирной паутине, вот это все. Но доход был небольшим, и через два года МАА продает бизнес и получает свои первые деньги на воплощение новых планов. При этом он начинает после продажи сайта работать в правительственной компании, поскольку считает, что вот эта вот близость к центру принятия решений, а нужно понимать специфику Китая и цензуру, и правящую, вернее, верховенствующую роль правящей коммунистической партии. В общем, он считает, что лучше поработать в правительственной компании, обрасти еще связи, и если оттуда слишком рано уйти, то не сможет развить бизнес до того масштаба, который ему нужен будет в будущем. И в правительственной компании он продвигает, разрабатывает сайт, одна из задач которых, это вот этот каталог Чиномаркет нужно было создать. Это абсолютный был аналог предыдущего сайта Джека, однако тут все пошло очень туго из-за бюрократии, там новые товары добавлялись очень поздно, сайт был медленный, куча всяких сложностей, бюрократических документов и прочих штук привели к тому, что он больше не мог находиться в этом состоянии, но он понял, как он хочет, чтобы это все развивалось, и каким должен быть идеальный сайт, позволяющий большому количеству бизнесов находить себе заказчиков за пределами Китая. Такой B2B сайт, и в общем-то так и появилась Alibaba. 99-й год, в Сан-Франциско он разговаривает с официанткой, пишет ей там на салфетке или просто задает вопрос, знакомо ли ей имя Alibaba. Она утверждает, что да, знакомо, отвечает утвердительно. Има решает, что название это запоминающееся, что оно будет понятно по обе стороны океана, и что его верные разбойники, вернее коллеги, это те же люди, с которыми он работал в первой компании, им пора собраться всем вместе в маленькой душной квартире и начать вот эту свою многомиллиардную историю, начать делать сайт Alibaba. Так вот, собственно, и начался этот монотонный, достаточно длительный путь. Семи лет развития, семи лет улучшения продукта, наращивания темпов, объемов, клиентов, чтобы однажды проснуться и понять, что ты, собственно, миллиардер. Миллиарды. Это девятый пункт из книги. Первый миллиард Джек заработал спустя 8 лет после начала существования компании. Этому предшествовало еще появление сайта Taobao, который стал одним из самых влиятельных игроков на бизнес-арене Китая, вытеснив американский eBay, локализированный под Китай. И в 2007 году, когда после выхода на IPO компания Alibaba стоила 9 миллиардов долларов, то вот спустя эти 8 лет Джек Ма стал миллиардером. И нужно сказать, что на тот момент западные инвестиционные фонды и состоявшиеся многомиллиардные корпорации уже вовсю работали в Китае. То есть огромное место в книге отведено борьбе Alibaba и ее подразделения вот этого Taobao с американским eBay и безоговорочной победе о слиянии на китайском рынке с порталом Yahoo, который купил 40% акций Alibaba. И там непростое отношение с остальными китайскими игроками, зарождение Байду, уход Гугла с китайского рынка. В общем, куча-куча разных моментов, которые связаны именно с экосистемой китайской. И если вам кажется, что IPO на 9 миллиардов в 2007 году это был абсолютнейший успех Ма, то вам всего лишь это кажется. Потому что 7 годами позже на повторном размещении акций и в результате блестящего рот-шоу по Соединенным Штатам, которое этому предшествовало и которое проводил сам Ма, рот-шоу, это такая встреча перед IPO, встреча с представителями банков, с инвестиционными банкирами, с инвестиционными фондами, где, в общем-то, основатели компании питчат или представляют свою компанию и как бы уже заключают предварительные контракты на выкуп какого-то количества акций в момент размещения на IPO. И вот рот-шоу прошло блестяще, и Джек получил в момент IPO оценку своей империи на пике около 300 миллиардов долларов. Он оставил позади все технологические компании, которые в тот момент листились на Нью-Йоркской фондовой бирже, кроме Гугла. Это и есть десятый факт из книги «Китайский путь». Холдинг Alibaba Group включает такие компании, как Taobao, Alipay, Alibaba Pictures. Это отдельное подразделение, которое занимается созданием аудио-видео контента. Они скупают газеты, стартапы. Там в книге есть такая часть, что, по-моему, в 2014 году нет ни одного дня, когда не появлялось бы в прессе или сообщение о покупке какого-то проекта или о упоминании Али как потенциального покупателя какого-либо из проектов. Суммарная стоимость, я думаю, давно уже превышает 400 миллиардов долларов всей этой истории. Однако, вот что мне бросилось в глаза Дункан в книге, говорит об этом вскользь и как бы неохотно, но у меня субъективно после прочтения остался осадок, говорящий о том, что «Китайский путь» — это, во-первых, игра в долгую. И горизонт планирования — это там 30, 50, 100 лет. Недаром, судя по поговорке, любимое занятие китайцев — это сидеть на берегу, ждать, пока течением пронесет труп твоего противника. Только теперь они не просто сидят, они ждут, строя какие-то глобальные корпорации. Вторая часть китайского пути — это гораздо более глубокая интеграция в западный мир, чем она может показаться на первый взгляд. Несмотря на так называемый «золотой щит», которым Китай отгораживается от всего мира, несмотря на тотальнейшую внутреннюю цензуру, главенствующую роль коммунистической партии, вот это вот все, весь фундамент технологического рывка Китая, он строился на западные деньги и по западному образцу и подобию. И третья часть — китайцы, как мне показалось, по сути, свои торговцы. Вот такая ролевая модель торговцев. Они хитрые, эмоциональные, склонные обходить запреты, искать, как обмануть систему. И в этом смысле они весьма похожи на нас. Недаром крупнейшая ритейл-империя носит имя героя, который в течение всей сказки должен был обороняться от многочисленных разбойников, желающих его смерти. Вот таким, достаточно долгоиграющим, интегрированным в западный мир, но при этом имеющим настолько свою специфику, что практически ни одна из западных корпораций не претерпевает успеха в Китае, если она не строится с учетом национального колорита. Вот таким есть китайский путь. А и такими есть 10 быстрых фактов из книги Али Баба. История мирового восхождения от первого лица от Дункана Кларка. Нужно сказать, что три задачи, которые я обязательно записываю в букноты, которые, я надеюсь, вы купили своему другу книголюбу в подарок под елочку на сайте буква.инфо. Или хотя бы просто запланировали это сделать на 14 февраля, например. Ну и вообще все про него знаете, и знаете, что мы, читай, быстро топим за то, чтобы вы читали нонфикшн-литературу и выписывали что-то или в блокнот, или в букнот, или в телефон, или хоть куда угодно, но читали, проговаривали, выписывали, формулировали какие-то короткие тезисы, и потом на основании их делали задачи. Вот это очень важный момент. Так вот те три задачи, которые я сформировал для себя на основании 10 фактов, если вы смотрите, слушаете подкаст не первый раз, то они будут, конечно, не очень обычными, потому что обычно я стараюсь формировать задачи по смарту, чтобы они были измеряемые, достижимые, понятные, и можно было померить, чего изменилось, когда вы их достигли. В этот раз чуточку по-другому. Такие философические Китай, философские задачи. Все возможно, первая задача. Вторая задача, продолжай путь, несмотря на падение и неудачи. И третья задача, которая должна была быть самой первой, самая сложная. Нужно на примере Джека, на примере Али Бабы, нужно научиться разглядывать неправильность выбранного пути и необходимость смены направления. И я до сих пор не понимаю, как отличить неудачу и преграды на пути в корне неверного направления. То есть Джек же мог и дальше владеть своим переводческим агентством, развивать его, делать филиалы этого агентства по всему Китаю, наращивать количество клиентов, увеличивать там средний чек, не знаю. И мог бы стать каким-то успешным переводчиком по меркам Китая. Но в какой-то момент он понял, что это совсем не тот путь, по которому ему хочется идти или по которому возможно идти, чтобы достичь какой-то глобальной цели. И он не просто там меняет вектор своего развития, он уходит в кардинально какую-то новую историю. Ему в этом помогает компьютер, привезенный из Соединенных Штатов. И вот одна из самых его популярных этих высказываний про то, что я ничего не понимаю в IT, и говорит нам, что он как бы ныряет с головой в абсолютно непонятную для него историю. Конечно, может быть, он и лукавит, как и в поговорке про то, что сегодня, одна из самых часто цитируемых его поговорок, про то, что сегодня будет плохо, завтра еще хуже, но послезавтра будет очень круто. И часто цитируя эту поговорку его, ну, я такой вольный достаточно перевод озвучил, все забывают про вторую часть, которую он тоже со сцены очень часто произносит. Он говорит, что, к сожалению, до завтрашнего утра доживут не все. То есть вот это вот все, в общем-то, непонятно, как распознать просто обычную неудачу и отличить ее от сигнала, свидетельствующего о том, что вам нужно свернуть с этого пути и начать что-то абсолютно новое. Такая вот третья достаточно сложная и пока еще не решенная задача. Читай быстро наш проект «Буква.инфо». Наверное, время подводить итоги 2020 года, и это мы обязательно сделаем в блоге. «Буква.инфо.слэш.блог». Там же блокноты для осознанного чтения, там же рабочие тетради, смарт-конспекты, куча всякого интересного и полезного. Например, вот вышла большая статья по критическому мышлению. Заходите проверить скорость вашего чтения «Буква.инфо.слэш.рапид». Получите рандомно выбранный текст, к нему получите вопросы, прочитайте, ответите и получите сертификат со скоростью и осознанностью чтения. На канал обязательно нужно подписаться незамедлительно, посоветовать его пяти лучшим друзьям, потому что ваше окружение должно быть таким же умным, как и вы. И в инстаграме «Буква.инфо» мы обмениваемся фоточками и готовим новую рубрику «Люди и книги». О, подписывайтесь на инстаграм, там тоже будет периодически много интересных фотографий и полезного контента. Увидимся, наверное, уже через год. Новый я, новые вы и какая-нибудь новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.